Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко пригрозил увольнением учителям, которые не хотят соблюдать государственной идеологии. Об этом он заявил 24 августа на встрече с министром образования Игорем Карпенко. Непризнанный президент республики особо отметил, что в Беларуси есть государственная идеология, и те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, добро пожаловать, идите, преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно, заявил Лукашенко. Он попытался защитить учителей. Защитите учителей от всяких нападок, мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко прекращаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей, сказал он. Если кто-то перевернулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться, добавил Лукашенко. В Беларуси продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента. В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки. Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Белорусы отмечают, что их протест мирный, а не требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности. О ситуации в стране рассказал в эфире украинского телеканала член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Рымашевский. Мою коллегу Ольгу Ковалькову и Сергея Дилевского, это члены президиума Координационного совета задержали у входа в МАЗ. Возле проходной сотрудники ОМОНа бросили их в автозак и повезли. Пока связи с ними нет и что с ними неизвестно, я надеюсь, что их отпустят. Хотя Лукашенко угрожал, что с понедельника начнет жестко реагировать на работу Координационного совета, сказал он. Рымашевский заявил, что власти Беларуси готовы отдать армии приказ стрелять на поражение. Судя по заявлению нашего министра обороны, который сказал, что действия армии могут быть расценены как геноцид и это может послужить поводом для вторжения из других стран. А какие действия могут быть расценены как геноцид. Когда армия будет стрелять в безоружных людей, таким образом, по сути, они к этому готовы, а они на низком старте. Вчера было видно, что Александр Лукашенко растерян, напуган и его полет на вертолете, куда он взял своего сына Николая, значит, что он никому не может доверить. Он любит этого сына, он вместе с ним и не может оставить его ни на минуту, то есть он боится. Они готовы стрелять, и Лукашенко, и министр обороны могут отдать такой приказ. Поэтому мы считаем, что акции должны быть только мирными, поскольку они ждут какой-то агрессии, чтобы получить формальный повод для жестких действий, рассказал он. Рымашевский заверил, что опасности вторжения НАТО, о которой говорит Лукашенко, нет. Ни одна агрессия невозможна со стороны Европейского Союза, это очевидно. Протесты, которые у нас происходят, это протесты из-за внутреннего уклада Беларуси. Они связаны с требованием людей провести свободные выборы с требованием демократии и отставки Александра Лукашенко. Рада осознанно никакой смены внешнеполитического вектора не озвучивала, сказал он. Напомним, в воскресенье 23 августа в Минске прошел марш Новой Беларуси против режима Александра Лукашенко. В нем приняли участие около 150 тысяч человек. Люди собрались в центре Минска, несмотря на дождь и закрытые центральные станции метро. На фоне протестов город стянули военные грузовики, автозаки и другую спецтехнику силовиков. Протестующие требовали отставки Лукашенко, наказания для силовиков, избивавших и пытавших мирных демонстрантов, а также проведения новых выборов президента. Собравшиеся на площади Независимости люди сначала направились в сторону Стеллы. Стелла была оцеплена силовиками и обнесена колючей проволокой. Люди подошли на расстояние нескольких десятков метров, но затем лидеры оппозиции из Координационного совета Мария Колесникова и Ольга Ковалькова попросили протестующих отойти от ограждений и не создавать провокаций. Затем протестующие отправились на площадь Госфлага мимо Дворца Независимости, который является резиденцией белорусского диктатора, однако подходы к Дворцу Независимости оказались перекрыты силовиками. В итоге протестующие вернулись к Стелле, а затем на площадь Независимости, где начали расходиться. Когда протестующие подходили ко Дворцу Независимости, пул первого, который, по данным СМИ, ведет пресс-секретарь белорусского диктатора, опубликовал видео с Александром Лукашенко, который выходил из вертолета возле Дворца Независимости в бронежилете с винтовкой в руках. Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко вышел с сотрудниками силовых структур, охранявших его резиденцию, Дворец Независимости, поблагодарил их и пообещал разобраться с протестующими. Видеообращение распространил близкий к Лукашенко телеграм-канал Пул первого. «Спасибо, ребята, вы красавцы, мы с ними разберемся», — заявил Лукашенко. Но официальные каналы не показали, как Лукашенко говорил о митингующих, называл крысами, теми, кто испугался, и все это показали оппозиционные телеграм-каналы, в том числе Некста. Силовики встретили Лукашенко аплодисментами и выкрикивали, что он с ними до конца. По словам пресс-секретаря Лукашенко, Натальи Эйсмант, он был во Дворце независимости в Минске с утра, работал в ситуационном центре, контролируя ситуацию, передает государственное агентство Белта. «Вечером, как заявила Эйсмант, когда так называемые протестующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания, Лукашенко также был во дворце, затем он вызвал вертолет и совершил облет города», — сказала его пресс-секретарь. Также телеграм-канал Пул первого опубликовал пропагандистское видео, в том числе с кадрами заседания ситуационного центра во Дворце независимости. На этом видео видно, что за большим круглым столом сидят Александр Лукашенко, женщина и молодой мужчина, вероятно, сын белорусского диктатора Николай. Видно, что перед этим человеком на столе лежит оружие. Больше за столом никого нет. По данным телеграм-канала Nextalife, женщина на этом видео, пресс-секретарь Лукашенко. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с официальной речью на торжественном мероприятии, посвященном 29-й годовщине независимости. Своё выступление Зеленский начал с того, что на Донбассе уже 29 дней перемирия украинская армия не несёт потерь. Вероятнее всего, именно этот тезис он и его команда будут использовать как главный в ходе предвыборной кампании. «Мы не ангелы, но чертям здесь не место», — заявил Зеленский в конце речи, которую закончил словами «Слава Украине». Основные выводы из выступления Зеленского. Первое. Президент главный упор сделал на перемирии на Донбассе, который соблюдается уже 29 дней, без раненых и погибших. Судя по всему, это будет подаваться и дальше, как одно из основных достижений команды Зеленского. Перемирие и отсутствие жертв — это, безусловно, хорошая новость. Главное, чтобы хорошие новости с фронта не закончились после выборов, сыграв свою роль предвыборной фишки партии власти. Второе. Главный образ врага в речи Зеленского — это не российский агрессор, как было обычно, об этом тоже сказано, но вскользь, а некие, не названные по именам люди, которые ранее правили страной, грабили её, потеряли территорию и не могут смириться сейчас с тем, что народ на выборах их от власти отстранил, дав свою оценку. По этим характеристикам легко определить Порошенко и Турчинова. Видимо, их активность и планы на Банковой сейчас воспринимают как главную угрозу. Третье. Зеленский повторил тезисы своего новогоднего поздравления. «Мы разные, но мы едины. Неважно, кто на каком языке говорит. Все мы братья и сестры. Слова правильные, но нужны дела». Тем временем в Киеве на Майдане завершилась официальная часть марша защитников, который проходил в День независимости Украины. Марш стартовал от парка имени Тараса Шевченко. В нём приняли участие украинские военнослужащие, бойцы добровольческих батальонов, организации ветеранов, боевых действий и семей погибших военных. Среди прочих в марше принял участие бывший президент Украины Петро Порошенко вместе с женой Мариной. Он также произнёс речь. На митинге Порошенко перечислил свои пары-моги, среди которых то, что Украина стала независимой от России, и Томас. Эксперты назвали его настоящей геополитической катастрофой для них. Порошенко заявил, что именно на Европейской площади Украина отметит вступление в Евросоюз. Хотя я реалист и хочу сказать, что это точно случится не при этой власти, люди в ответ начали скандировать «Зелю Гэть». Порошенко сказал «Не могу с этим не согласиться». Сердце наполняется радостью, когда видишь море людей, которых сегодня Зеленский попросил не путаться у него под ногами. Они пошли не на официальное шапито, а на волелюбный марш. Тут собрались настоящие защитники. Аплодисменты вам заявил Порошенко. В начале выступления Порошенко кто-то из толпы кинул в него пушку фальшивых купюр, и что-то там выкрикивая его вывели с митинга. Порошенко в своей манере назвал человека пятой колонной Кремля и продолжил свою пламенную речь. Далее Порошенко выразил поддержку белорусам и пожелал победы демократии в соседней стране, чтобы белорусский народ и только он избрал себе власть на свободных и честных выборах, чтобы в Белоруссии не пролилась кровь, чтобы ее землю не топтали российские солдаты. Мы с вами с Европейской площади Киева выражаем полную солидарность. Европейскую солидарность с белорусским народом резюмировал политик. Тем временем первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Жбаров уже прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что целью России является захват Беларуси. «Это заявление человека с ненормальной психикой. Такую глупость сказать. Вот что он, Порошенко, превратил Украину, мы все видим, а Беларусь – процветающая страна. Просто ему очень хотелось бы превратить Беларусь во вторую Украину и насолить России для того, чтобы наши партнерские отношения с белорусами прервались, считает сенатор. Он отметил, что Порошенко является политиком вчерашнего дня. «Что из себя представляет Порошенко, мне кажется, знают даже в Европе очень хорошо, потому что его эксперимент с Украиной полностью провалился», – заключил парламентарий. Выборы в Ордло осенью 2020 года абсолютно нереалистичны, заявил глава Исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили. «Что касается выборов на неподконтрольных территориях, это абсолютно нереалистично, говорить о том, что там может быть свободная волеизъявление вообще в какой-либо форме. Там реально идет ежедневный террор. В рейтингах Freedom House уровень свободы на этих территориях находится практически на уровне Северной Кореи», – сказал он. По мнению политика гражданского общества, на оккупированных территориях быть не может. «Там есть граждане Украины, но нет гражданского общества. Там есть граждане Украины, которых ловят наугад просто так на улицах, когда надо менять настоящих военнопленных», – заявил он. Также Саакашвили раскритиковал децентрализацию в Украине. «Децентрализация в Украине была проведена совершенно неправильно. Децентрализовали то, что отдали местным феодалам в огромном количестве. Это просто местные феодалы с четкой, часто сепаратистской ориентацией. Отдали им весь бюджет, сказали «на, забирайте, чуть-чуть откаты сюда давайте». И у них бюджеты увеличились многократно, но справедливости больше не стало», – сказал он. По словам политика, сложившаяся ситуация провоцирует сепаратистские настроения. Судебная система у них в кармане, СБУ вроде центральный орган, но у них в кармане, полиция у них в кармане, в результате такая питательная среда для сепаратизма», – заявил он. «Киев не в состоянии обеспечить безопасность в стране, поэтому центробежные тенденции усиливаются, и если Зеленский не договорится с региональными элитами, скорость этих процессов станет фатальной», – заявил политолог Андрей Золотарев, комментируя свалава политолога Михаила Саакашвили о том, что Украина стоит на грани распада. «Сегодняшняя Украина уже давно напоминает леопардовую шкуру», – сказал украинский политолог Андрей Золотарев. «На ней мы видим пятнами отдельные регионы – Закарпатская, Контрабандистская республика, Янтарная народная республика на северо-западе страны и Бессарабия, где действуют свои законы». По словам собеседника, Саакашвили прекрасно понимает риск децентрализации и федерализации Украины. «Связанность страны может оказаться под вопросом с учетом того, что Киев сегодня не в состоянии обеспечить общественный порядок и безопасность. Центробежные тенденции усиливаются», – отметил Золотарев. «С другой стороны, в Украине ощущается острый запрос на сильную руку. Думаю, на ближайших выборах местного уровня политики будут рассказывать о том, что Киев нас ограбил и не слышит нас. Это тоже будет способствовать росту центробежных тенденций», – полагает эксперт. «Да, пока что на словах все политики выступают за единую Украину, а на деле каждый регион хочет большей автономии и экономических преференций. Эти желания рациональны, однако они могут привести к усилию так называемых феодальных баронов», – продолжил Золотарев. «Поэтому если Зеленский и его команда пойдут по пути конфронтации с местными элитами, скорость центробежных тенденций будет фатальной для государства», – резюмировал Золотарев. Ранее глава исполкома над Совета реформы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина стоит на грани распада. «Когда мы говорим, что страна может распасться, да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть», – сказал политик в эфире одного из телеканалов. Он призвал не обманывать себя и признать, что все очень плохо. «Очень сильно усилились центробежные силы на юге и востоке, и на крайнем западе, и на севере, куда не посмотришь», – добавил Саакашвили. Отметим, что в феврале этого года Саакашвили также говорил, что без корректировки политической системы Украина может распасться на пять частей. Напомним, еще в 2017 году после пожара в лагере Виктория бывший президент Грузии экс-глава Одесской ОГА заявил, что в Одессе действует хорошо организованная мафия по разворовыванию городского бюджета. Эти феодалы делают деньги на том, что не следят за пожарными нормами, за строительными нормами. Тогда Саакашвили заявил, что он выступал за то, чтобы в Украине была децентрализация, но, по его мнению, если вместе с децентрализацией на места Украины не придет верховенство закона, справедливость, если останутся местные феодалы, то любая децентрализация в этих условиях приведет к еще большим трагедиям, к еще большему разочарованию, и это не в интересах никого. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.